От круглого стола к разговору без галстуков у костра. Насыщенную пятидневную программу с тренингами, мастер-классами и экскурсиями подготовили для самых активных молодых людей Гродненщины. Все они, а это 100 человек, приглашены на профсоюзный слёт, который проходит впервые. Его инициатором, создателем и организатором выступило Гродненское областное объединение профсоюзов. Одно из первых мероприятий – встреча с руководителем. С Виктором Лисковичем молодые люди обсуждали многое – социально-экономическое развитие страны и то, как грамотно сегодня создавать имидж профсоюзного лидера в соцсетях. Это разница, чтобы они были уведомлены, чтобы ваши подписчики не пошли. Чтобы в любом случае подписчики подписались. Мы сделаем всё возможное, чтобы они по окончанию форума не остались там сами с собой, в стороне. Мы будем им помогать, наблюдать за ними, включим самых лучших в кадровый резерв профсоюзный, создадим банк молодых людей, которых мы обучаем. Таким образом, мы будем готовить себе смену профсоюзный актив, который сможет работать в последующем не только в профсоюзных организациях, но и на других ответственных должностях в народном хозяйстве. Тезис «За молодёжью будущее» – он не банальный, он идёт от жизни. Стать преемниками и быть профессионалами. Уже с первых дней участники уловили идейную атмосферу форума. Настрой позитивный, а впереди много новой полезной информации. В программе знакомство с руководством области и лидерами отраслевых профсоюзов, лекции от ведущих аналитиков, тренинги и мастер-классы. Не менее интересной будет и развлекательная часть слёта. Пешие экскурсии по Королевскому Гродно, посещение драматического театра, интеллектуальная игра «Мозгобойня» и «Песня у костра» – всё это, безусловно, сплотит и вдохновит молодёжный профактив Гродничины. Очень здорово, что возникла такая идея, такая инициатива Виктора Андреевича создать, аккумулировать всю молодёжь профсоюзную, для того, чтобы она могла между собой каким-то образом взаимодействовать не только на данном мероприятии. У нас создано ряд групп, где, я думаю, мы в последующем также продолжим общение, и где мы будем просто делиться своими какими-то новыми идеями, новыми фишечками. Субтитры создавал DimaTorzok